Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина – это всегда подведение итогов года, как в экономике, так и в политике. Традиционно много внимания уделяется проблемам регионов и международной обстановке. Ажиотаж был огромный. Аккредитованы по традиции были не только российские журналисты, но и представители СМИ из других стран. Вопросы были самые разные, начиная от глобальных тем, например, мнение президента об изменении климата и решение ВАДа об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. И для меня это реально больной вопрос, потому что я не могу дать себе даже на 100% ответ на вопрос, не убьет ли это легкую атлетику королеву спорта вообще в регионах. Спросили главу государства и про то, когда программа льготной ипотеки по 2% годовых будет распространена на другие регионы. С декабря она действует на Дальнем Востоке. Путин заявил, что нужно сначала посмотреть, как все пойдет там и посчитать бюджетные расходы и лишь потом принимать решение. Что касается других мер поддержки, в том числе 2% ипотеки, то в принципе, конечно, все это возможно, но нам нужно посмотреть, как это сейчас пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и на ясном глазу принимать дальнейшие решения. Приехали задать вопрос президенту и представители СМИ из Пермского края. Игорь Кузьминых из Чайковского хотел спросить главу государства о том, как удержать население небольших городов на малой родине. Самому задать вопрос не получилось, зато это сумела сделать коллега из Омска. К сожалению, она проблема и в общем стране, в больших городах оттоки, а в маленьких городах отток еще больше. И в нашем городе, кстати, не исключение, все люди уезжают, молодежь уезжает. Будем надеяться, что вопрос будет решаться, тем более в Омске был поднят этот вопрос. В такой тематике вопросов было много. Среди основных тем были ситуации в экономике, медицине, отношения с Украиной. Говоря о проблемах в здравоохранении, глава государства отметил, что главная проблема отрасли несправедливая дифференциация зарплат медиков. Усредненная цифра не так уж и мала, а вот систему оплаты главврачей и рядовых сотрудников надо совершенствовать. Говоря об экономической ситуации в России, глава государства назвал одной из проблем снижения реальных доходов граждан. Однако решение президент уже видит. Раздача денег из резервных фондов ни к чему не приведет. И нужно поднимать производительность труда и за этот счет увеличивать уровень зарплат. 77 вопросов, 4 часа 20 минут длилась пресс-конференция. Разумеется, кто-то поедет домой в приподнятом настроении, ну а кто-то ни с чем. Журналистов собралось около двух тысяч и задать всем вопросы было, разумеется, невозможно. Не удалось это сделать и мне. В первую очередь я хотел пригласить Владимира Путина посетить Пермь в 2023 году, в год 300-летия города. Вот мой мини-плакат. Увы, придется воплотить свою идею в следующем году. Ну что ж, пермяки не сдаются. До встречи в следующем году на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Максим Суканов, Дмитрий Кутявин, Ветта-24, Москва. Спасибо вам большое.